Здравствуйте, друзья! Вы на канале врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Сегодня у нас 13 июля 2024 года, суббота, местное время 20 часов 21 минута, Киевская и Московская 21 час 21 минута. Ну а я, ведущий этого канала, доктор Джордж Горбатов, продолжаю чтение подвальной статьи профессора психиатрии заведующего клиникой Дербского-Юрьевского университета Владимира Фёдоровича Чижа Тургенев как психопатолог. И вот сегодня я зачитываю вам очередной рассказ или повесть Тургенева под названием «Песень торжествующей любви». Значит, психиатрический анализ этого произведения Тургенева размещен на страницах журнала «Вопросы философии и психологии» книга 50-я, Москва, 1899 год. Итак, глава 4. «Песень торжествующей любви». Значит, «Песень торжествующей любви» рассказ еще более фантастический, чем Клара Милич. Преисшествие в нем, описанное, может казаться не только маловероятным, но и просто невозможным. Когда появился этот рассказ, а он написан в июне 1881 года, явления внушения и гипнотизма были известны еще очень мало. И потому многие находили, что этот рассказ не похож на предыдущие произведения Тургенева. Вместо изображения действительности автор описал невозможное событие. Теперь, когда мы знаем кое-что о гипнотизме и внушении, не кое-что, а очень много. Кстати, и в 1881 году было уже очень много известно. Другое дело, что русской публике было мало что известно о гипнотизме. Теперь, когда мы знаем кое-что о гипнотизме и внушении, мы должны признать, что и в этом рассказе Тургенев остался правдивым реалистом, описывающим жизнь такой, какова она есть. Совершенно невозможно, чтобы трезвый реалист под старость превратился в писателя, заменившего действительность образами своей фантазии. В этом рассказе описано происшествие редкое, но разве в накануне изображено событие, бывающее часто? Вопрос. Разве часто столь изящные, богатые вдовы, как Одинцова, влюбляются в грубых, бедных, умных лекарей? Вопрос. Любовь Одинцовой к Базарову еще менее вероятна, чем колдовство Муция над Валерией, а между тем никто не считал отцов и детей фантастическим романом. Сам Тургенев, по-видимому, считал песень, торжествующей любви, рассказом фантастическим. Он начинает этот рассказ известным стихом Шиллера «Ваги дуцу ирен уцу троймен» – взвесь себя, скажем так, заблуждаться и фантазировать. Автор только по поводу оживления Муция малайцем решился ошибаться. Да и то, как мы увидим ниже, этого нельзя утверждать с полной точностью. Так же, как и Клара Милич, песень, торжествующей любви, отличается поэтичностью, юношеской свежестью, с трудом верится, что это полная жизни и страсти. Поэтическое произведение написано стариком. Я помню, какое обаяние произвел этот рассказ при его появлении, каким зачитывалась молодежь, благовевшая перед автором на склоне жизни воспевшим несокрушимую силу любви. Я знаю, что мое личное мнение о художественной ценности этого рассказа не может иметь большого значения. Но, может быть, будет не лишним сказать, что Клару Милич я читал и перечитывал с большим наслаждением, чем песень торжествующей любви. Когда Фабия и Муций ухаживали за Валерией, присутствие их, видимо, нравилось. С Муцием она больше занималась музыкой, но разговаривала больше с Фабием. С ним она меньше рабела. Выйдя замуж за Фабия, по совету матери, она узнала, что Муций был в нее страстно влюблен, и, чтобы забыть о несчастье, уехала в далекое путешествие. Очевидно, что Муций до известной степени импонировал Валерии. Женщина не может быть совершенно равнодушна к человеку, ее страстно любившему. Когда Муций после пятилетнего путешествия вернулся в Феррару, он был в глазах Валерии окружен ореолом таинственности. Его продолжительное путешествие по волшебным странам сделало его человеком необыкновенным. Муций умело воздействовал на воображение своих сограждан вообще, и Валерии, в частности, с помощью немого, но очень понатливого малайца выложил он привезенные редкости. Звериные шкуры, перья неведомых птиц и множество других предметов, самоупотребление которых казалось таинственным и непонятным. Последующее поведение Муция показывает, что он был человек весьма умный и знал людей, впрочем. Это доказывается и тем, что он благополучно вернулся из столь опасного в то время путешествия. Муций очень умело воздействовал на фантазию Валерии, и потому ему сразу же удалось внушение по отношению к Валерии. В числе всех этих драгоценностей находилось богатое жемчужное ожерелье, полученное Муцием за великую и тайную услугу. Он попросил позволения у Валерии собственноручно возложить ей это ожерелье на шею. Оно показалось ей тяжелым и одаренным какой-то странной теплотой. Он так и прильнул, оно так и прильнуло к ней. Доверчивая Валерия поверила, что ожерелье получено за тайную услугу, поэтому и само ожерелье ей казалось таинственным, волшебным. И вот путем внушения со стороны Муция и самовнушения она уверила себя, что ожерелье обладает какой-то тайной силой. У нее была вызвана иллюзия, а ожерелье показалось ей тяжелым и теплым. К вечеру после обеда, сидя на террасе виллы, Муций окончательно поразил фантазию Валерию, убедил ее в том, что обладает таинственной силой, в том, что он необыкновенный человек. Он долго и красноречиво рассказывал о своих путешествиях, показал фокус, не только удививший, но и испугавший Валерию. Уж не чернокнижник ли он, подумалось ей. Муций настойчиво продолжал подготовлять Валерию к восприятию внушений. После испугавшего Валерию фокуса он принялся вызывать, насвистывая на маленькой флейте из закрытой корзины ручных змей. Когда, шевеляя жалами, показались из пестрой ткани их темные и плоские головки, Валерия пришла в ужас и попросила Муция спрятать поскорее этих ненавистных гадов. Самая наружность и манеры Муция импонировали Валерии, внушали почтение. Выражение этого лица стало другое, сосредоточенное, важное. Оно не оживлялось даже тогда, когда он упоминал об опасностях. Всеми этими приемами Муций очень импонировал Валерии, завоевал почтение к себе, внушил страх к себе, уверенность в том, что он обладает таинственной силой, завладел ее вниманием, приковал ее внимание к своей личности. Но все это было в границах, допустимых обычаями. Так же поступал бы всякий, желающий понравиться, порисоваться, ничего, так сказать, специального, технического, с целью загипнотизировать Валерию, Муций пока не сделал. Но он мастерски внушил к себе почтение, столь необходимое для успеха внушения и гипнотизации. Уже подготовив весьма искусно Валерию, Муций приступил к гипнотизации ее леге артис. Леге артис – латынь по всем правилам искусства. Переводится леге артис. Значит, уже подготовив весьма искусно Валерию, Муций приступил к гипнотизации ее леге артис. По правилам искусства. Вот видите, и перевод. И внушение разработано мало, и по поводу этих явлений высказываются весьма различные взгляды, даже в специальной литературе. Я должен, хотя и в красе, высказать мои воззрения по этим вопросам. Я был настолько счастлив, что мог изучить гипнотизм и в Нансе в клинике Бернгайма, и в Сальплетриере в клинике Шарко, а также в Лиеже у Дельбефа. Не только не специалистам, но даже ученым, писавшим о гипнотизме. Гипнотизм и внушение представляются сходными, весьма близкими явлениями. А на самом деле между ними есть только причинная связь, и они ничего общего не имеют. Внушение состоит в том, что сознанием усвоиваются и реализуются представления, которые были введены в него посторонним влиянием. Можно говорить о внушении только тогда, когда можно с точностью доказать, что данная мысль, или данный поступок, или вообще определенное проявление психической деятельности индивидуума обусловлено введенным в его сознание извне представлением. Отдельные лица обладают весьма различной степени внушаемости. Нормальному человеку в обыкновенных условиях внушить можно очень немного. Его следует убеждать, но ему нельзя внушать. Если почему-либо один человек слепо верит другому, то второй может много внушить первым. Мы, например, чародеи и фокусники доверчивым людям внушали в виде того, чего в действительности не было. Гипноз же есть кратковременное патологическое состояние, заключающееся в изменении сознания, похожем на сон, вызываемое искусственно в этом состоянии повышена внушаемость субъекта. Гипноз вызывается всеми условиями, помрачающими сознание и изменяющими деятельность сознания. Сознание невозможно без перемены. Когда перемена в сознании прекращается, прекращается и сознание. Однообразные, правильно, периодические раздражения, сосредоточения, внимания на одном предмете ведут к потере сознания. Следовательно, ясно, что гипнотическое состояние может быть вызвано весьма разнообразными приемами, однообразными поглаживаниями, тиканием часов, сосредоточенным рассматриванием блестящей точки, сосредоточенным вниманием на одном представлении и тому подобное. Гипноз может быть вызван другим лицом, но можно загипнотизировать из самого себя, рассматривая блестящую точку, думая об одном представлении и тому подобное. Гипноз может быть вызван внушением. Внушение вызывает гипнотическое состояние, но он далеко не у всех. Гипнотическое состояние, как патологическое, может быть вызвано только у болезненных людей. Вполне здорового человека нельзя загипнотизировать против его желания, но ловкий опытный гипнотизер может в несколько сеансов так подготовить даже здорового человека, что он станет восприимчив к гипнозу. Итак, как для гипноза, так и для внушения необходимо доверие, почтение. Чтобы внушать в кавычках, нужно импонировать, иметь власть. Для того, чтобы загипнотизировать, также необходимо иметь доверие пациента. Очевидно, что если гипнотизируемый не будет слушаться гипнотизера, последний никогда его не загипнотизирует. Если гипнотизируемый будет решать математические задачи, вместо того, чтобы внимательно слушать тиканье часов, он не впадет в гипнотическое состояние. Если гипнотизируемый не будет подаваться внушению гипнотизера, приказывающего ему заснуть, он не впадет в гипнотическое состояние. Хотя внушения без гипноза наяву не подлежат сомнению, но они составляют столь исключительное явление, что только недавно, когда стали изучать гипнотизм, на них обратили внимание. Загипнотизированные лица обладают большей внушаемостью и можно внушать галлюцинации, боли, потери чувствительности, различные психические состояния, например, страх, злобу и тому подобное. Гипнотическое состояние может быть вызвано внушением, но школа Нанси, создавшая теорию внушенного происхождения гипнотических явлений, ошибается, утверждая, что гипноз вызывается только внушением. Итак, гипноз может быть вызван внушением, а гипнотическое состояние усиливает внушаемость. Поэтому ловкий гипнотизер должен внушить в кавычках себе доверие, затем внушать в кавычках гипнотическое состояние и вместе с тем гипнотизировать каким-либо другим способом и затем продолжать внушение, когда субъект будет в гипнотическом состоянии. И внушая, и гипнотизируя, и внушая загипнотизированному, можно заставить сделать субъекта почти всё. Эти краткие замечания станут вполне ясными, когда мы проанализируем песень торжествующей любви. Тургенев так верно описал и внушение, и гипноз, что эти явления становятся вполне ясными при внимательном чтении этого рассказа. Он дал прекрасную иллюстрацию к учению о гипнотизме и внушении. Кто желает гипнотизировать, должен поступать как Муцей. Это опытный, ловкий гипнотизер. Муцей знал, как трудно загипнотизировать здоровую женщину, а Валерия была, по-видимому, вполне здорова. Знал, что далеко не все впадают в гипнотическое состояние. В этом отношении он обнаруживает более верное понимание гипнотизма, чем школа нанеси. Он понимал, что неудачная попытка загипнотизировать подавит доверие к нему и испортит все дело. Поэтому перед тем, как сыграть песень торжествующей любви, он напоил Валерию каким-то наркотическим напитком. За ужином Муцей попочивал своих друзей щиразким вином. Из крузглой бутылки с длинным горлышком, чрезвычайно пахучее и густое, золотистого цвета, зеленоватым отливом, она загадочно блистала, налитая в крошечные яшмовые чашечки. Вкусом оно не походило на европейские вина. Оно было очень сладкое и пряно, и выпитое медленное, небольшими глотками, возбуждало во всех членах ощущение приятной дремоты. Сколько я знаю, это уже продолжает, скажем так, свое повествование профессор Чиж. Сколько я знаю, неизвестно, когда впервые стали доводить субъектов, подвижащих гипнотизации и далекой степени наркоза, различными усыпляющими веществами. Теперь Шамбард употребляет для этого хлороформ, шеренкнотсинг, гашиш, пьержане, алкоголь, я, амиленгидрат и так далее. Бесспорно, что действие некоторых наркотических и анестетических средств является иногда моментом, способствующим гипнотизации. Неизвестно, какое средство дал Валерий эмоции, но оно подействовало прекрасно, так как вызвало состояние, весьма похожее на первый период или начало гипнотического сна. Вино, не походившее на наше, подготовило Валерию к гипнотическому сну, ослабило ее волю, критическую деятельность ума. Но наркотические и анестетические средства не во всех случаях бывают полезны, то есть, подготавляют к гипнотическому сну. Иногда они, напротив, оказываются вредными, так как у подлежащего гипнотизации вызывают возбуждение. Наконец, у некоторых субъектов такой способ действия вызывает вполне основательное недоверие гипнотизеру. Гипнотизер не обладает достаточным умением, вполне правильно рассуждает гипнотизируемых. Если такая мысль возникнет в уме гипнотизируемого, все усилия его загипнотизировать остаются безуспешными. Почему вообще лучше не прибегать к этим средствам? Муций, по-видимому, знал, что все наркотические средства ненадежны, что опасно поселять к себе недоверие в душе Валерии. Поэтому Муций, это цитата из Тургенева, заставил и Фабия, и Валерию откушать по чашечке и выпил сам. Над ее чашечкой он, наклонясь, что-то прошептал, потряс пальцами. Безразлично, верил ли сам Муций в свои заклинания или проделал он это только для того, чтобы внушить Валерии, что он заколдовал вино. И, следовательно, действие вина будет зависеть не от его состава, а от тех чар, которые он предал ему колдовством. Последующее поведение Муция показывает, что он сам верил в колдовство. Да и странно, если бы итальянец XVI века, побывавший на Востоке, не верил в чародейство. Нужно отдать справедливость Муцию. Нашептывание над чашечкой Валерии было мастерским приемом. Этим он внушил Валерии, что ее последующее состояние обусловлено не вином, а таинственной силой Муция. Что Муций околдовал ее, что она во власти Муция. Действие колдовства стало несомненным для Валерии. Следовательно, Муций воспользовался для гипнотизации могущественнейшим средством – самовнушением. Валерия, испытав несомненную власть Муция, стала внушать себе, что Муций имеет над ней власть, что она не может сопротивляться его чародейству. Муций не напрасно колдовал над чашечкой Валерии. Она это заметила. Уже окончательно подготовивший Валерию к гипнотизации, Муций приступил к внушению гипнотического состояния с помощью музыки. Я уже говорил, что гипнотизировать можно как внушение, так и всеми приемами, прекращающими или ослабляющими нормальную сознательную деятельность. Цитата. Истургене в Амуции приказал Малайцу принести свою индийскую скрипку. Она походила на нынешние, только вместо четырех струн у нее было три. Вверх ее обтягивала голубоватая змеиная кожа, и тонкий тростниковый смычок имел вид полукруглый, а на самом его конце блистал заостренный алмаз. Муций сыграл сперва несколько заунывных, по его словам, народных песен, странных и даже диких для итальянского уха. Звук металлических струн был жалобен и слаб. Конец цитаты. Муций мог гипнотизировать Валерию заостренным алмазом, если только уже подготовленная и внушениями, и вином Валерия смотрела на двигающийся блестящий алмаз, она могла попасть в гипнотическое состояние, как лица, которых гипнотизировал Льюис своим прибором. Ссылка. Прибор Льюиса – это освещенное солнцем маленькое зеркало, приводимое в быстрое вращательное движение особым механизмом. Я сам видел, как быстро Льюис гипнотизировал нескольких лиц вместе этим прибором. Видите, какие интересные вещи. Валерия могла быть загипнотизирована и музыкой. Можно допустить, что Муций знал, какая комбинация звуков, хорошо гипнотизирует. Я уже говорил, что у загипнотизированных внушаемость повышена. В легком гипнозе внушаемость может быть сильна. Насколько была загипнотизирована Валерия, в рассказе не сказано, но последующее поведение ее показывает, что она была в гипнотическом состоянии, когда слушала песнь торжествующей любви. Когда Валерия была загипнотизирована настолько, насколько это удается, первый сеанс даже очень ловкому гипнотизеру Муций приступил к внушению ей того состояния влюбленности, которого он желал. Цитата из Тургенева. Но когда Муций начал последнюю песень, этот самый звук внезапно креп затрепетал звонко и сильно. Страстная мелодия полилась из подшироко проводимого смычка, полилась красиво изгибаясь, как та змея, что покрывала своей кожей скрипичный верх. И таким огнем, такой торжествующей радостью сияла и горела эта мелодия, что Фабию и Валерии стало жутко на сердце, и слезы выступили на их глазах. А Муций с наклоненной, прижатой скрипки головой, с побледневшими щеками, с бровями сдвинутыми в одну черту казался еще сосредоточение и важнее. И алмаз на конце смычка бросал на ходу лучистые искры, как бы тоже зажженный огнем той дивной песни. Конец цитату. Эту песнь я услышал раз на острове Цейлоне. Эта песнь слывет там между народом песню счастливой, удовлетворенной любви. Очевидно, что этой страстной музыкальной пьесой Муций внушил влюбленное эротическое состояние, привел ее в любовное настроение. Музыка может действовать без помощи гипнотизма весьма сильно, как-то известно, очень давно и как-то недавно объяснил Лев Толстой в крейсеровой сонате. Но Муций не старался вызвать Валерии сознательную любовь, вероятно, как умный человек он понимал, что это невозможно. Он решил возбудить к себе любовную страсть, действуя на ее бессознательную сферу, для чего, конечно, внушение с помощью музыки в гипнотическом состоянии было очень ловким приемом. Едва ли нужно говорить о том, что музыкой можно сказать то же, что и словами, но при том гораздо удобнее. Не мог же Муций внушать словами «воспылай ко мне страстью», «приходи на свидание» и так далее. Но сказать почти то же музыкой он мог и сказал. Для такого внушения он выбрал очень хорошо музыкальную пьесу. Она должна была вызвать настроение удовлетворенной любви. Об этом настроении или, правильнее сказать, состоянии души и тела очень трудно говорить, не нарушая стыдливости. Маппассан, насколько это возможно, не впадая в цинизм, описал его в романе «Лови». Вот так. Что это за роман «Лови»? Не знаю. Чтобы Валерия вполне поняла внушение, произведенное музыком, и поняла по отношению к кому она должна воспылать страстью, Муций достаточно ясно объяснил ей свои чувства. Цитата по Тургеневу. «В течение целого дня Муций обращался с Валерией почтительно, просто как давнишний друг. Но, уходя, он пожал ей руку, крепко-накрепко, подавив пальцами на ее ладонь, и так настойчиво заглядывал ей в лицо, что она хоть и не поднимала век, однако почувствовала этот взгляд и на внезапно вспыхнувших своих щеках». Конец цитаты. Успех внушения и гипнотизации Муция за этот день был неполный. Но первый сеанс, и нельзя добиться большего. Цитата. Валерия нескоро заснула, кровь ее тихо и томно волновалась, и в голове слегка звенела от странного того вина, как она полагала, а может быть и от рассказов Муция, от игры его на скрипке. К утру она заснула, и ей привиделся необычайный сон. Конец цитаты. Известный ученый Дельбеф, гипнотизер, подметил, что в состоянии дремоты и в состоянии просона восприимчивость к внушениям, бывает повышена. Музы загипнотизировал Валерию и делал внушение, когда она испытывала ощущение приятной дремоты, в кавычках. Затем тоже внушение музыкой он повторил утром, то есть когда сон уже слабый. Бедная Валерия, цитата, «видела сон». В фантастической обстановке входит Муций. Он кланяется, раскрывает объятия, смеется. Его жесткие руки обвивают стан Валерии. Ее сухие губы обожгли ее... Его сухие губы обожгли ее всю. Она падает навзничь. С теня от ужаса после долгих усилий проснулась Валерия и услышала со стороны павильона, где жил Муций, пронесли сильные звуки. И оба, и Фаби, и Валерия узнали мелодию, которую сыграл Муций, называя ее песней удовлетворенной торжествующей любви. Конец цитаты. Нужно думать на основании описания поведения Муция и Валерии в следующие ночи, что сладострастное сновидение Валерии зависело от внушения с помощью музыки. Она видела этот сон именно тогда, когда Муций играл песень торжествующей любви, то есть повторял внушения, сделанные вечером. Как это обыкновенно и бывает, внушение в первый раз подействовало слабо, во второй раз уже сильнее и вызвало, правда, во сне то состояние, которого желал Муций. Я уже говорил, что часто патологические изменения душевной деятельности впервые появляются во сне. Так и у Валерии то болезненное состояние, которое вызвал у нее Муций, началось «необычайным сном». Известно, что главное разногласие в учении о гипнозе состоит в том, что одни во главе с Шарко считают гипноз патологическим состоянием организма, искусственно вызванным неврозом. Другие во главе с Бернгаймом считают гипноз физиологическим состоянием, если не тождественным, то весьма близким к естественному сну. Я видел опыты Шарко и Бернгайма и вполне разделяю взгляды Шарко. Кстати, Чиж является сторонником и ломбразового учения, и Шарко. Для меня поэтому весьма интересно свидетельство такого великого наблюдателя, как Тургенев. Валерия именно заболела искусственно, вызванным неврозом. Первый симптом ее болезни было сладострастное, чуждое ее «я» сновидение, внушенное музыкой. Цитата из Тургенева. На другое утро Муций пришел к завтраку. Он казался довольным и весело приветствовал Валерию. Замечательством ответила она ему. Взглянула на него мельком. И страшно ей стало от этого довольного веселого лица, от этих поранзительных глаз. Конец цитаты. Хотя Муций и не имел оснований быть довольным, но как ловкий гипнотизер он должен был иметь довольный, веселый вид, чтобы поддержать Валерии веру в ее таинственную силу. А Валерия еще более почувствовала себя во власти этого чернокнижника. Чтобы еще раз доказать Валерии, что он владеет таинственными силами, Муций рассказал, что он видел такой же сон, какой видела Валерия. В рассказе не объяснено, как Муций отгадал сон Валерии. Но ведь и нет большого труда по выражению лица отгадать сон растерявшейся, плохо владеющей собой женщины. Для такого опытного человека, как Муций, угадывание мыслей не могло представить особых трудностей. Рассказывая свой сон, он довольно ясно высказал, что любил ранее Валерию. И теперь опять загорелся весь прежней любовью, в кавычках. Затем Муций на целый день уехал в Феррару. Он понимал, что оставаясь долго с Валерией, он может потерять свое обаяние, ведь нельзя же постоянно разыгрывать роль таинственного кудесника. У Валерии ясно проявилось нервное расстройство, искусственно вызванное эмоциям. Фаби нашел ее в саду с опущенной на грудь головой, со скрещенными на коленях руками. Она сидела на скамье, это цитата из Тургенева. Еще до приезда Муция Фаби начал портрет своей жены, изобразив ее с атрибутами святой Цицилии. Но в этот день цитата к великой своей досаде никак не мог кончить лица, так как бы он того желал. И не потому, что оно несколько бледно и казалось утомленным. Нет, но того чистого святого выражения, которое ему в нем нравилось и которое навело его на мысль представить Валерию в образе святой Цицилии, он сегодня не находил. Конец цитаты. Наконец Фабий посоветовал жене прилечь, так как на вид она кажется не совсем здоровой. Цитата. Когда Фабий пошел к жене в спальню, она лежала на постели одетая, но не спала. Услышав его шаги, она вздрогнула, потом опять обрадовалась ему так же, как в саду. Когда Фабий начал ее расспрашивать о сновидении, Валерия отвернулась и скрыла в подушке свое пылавшее лицо. Не весело провели этот день оба супруга. Цитата. Казалось, что-то темное нависло над их головами, но что это было, они назвать не могли. Им хотелось быть вместе. Снова опасность им грозила. А что сказать друг друге, друг другу они не знали. Тургенев очень хорошо обрисовал смятение души Валерии. Отметил, что она обрадовалась мужу. В нем она искала защиты и опоры. Она невольно сознавала пробужение в себе грозного животного чувства, бороться с которым она не могла. Она страдала от бессилия, бороться с властью тьмы, в кавычках, сознавая власть над ней Муция. Фабию Муци внушал чувства, похожие на недоверчивость, пожалуй, даже на робость. Цитата. За ужином Муци с большим тактом внушил в кавычках к Валерии, что она уже в его власти. Он опять предложил Валерии шерасского вина и в ответ на ее отказ промолвил, словно про себя. Теперь уже не нужно. Очевидно, бледная, бедная Валерия должна была думать, что она уже вполне околдована и находится во власти Муция. В эту ночь Муцию внушение удалось вполне. Теперь, то есть в третий раз, песню торжествующей любви, он вызвал гипнотическое состояние в форме искусственного самнамбулизма. Самнамбулизм – это самая глубокая фаза гипнотического транса. Цитата из Тургеньева. Вернувшись с женой в спальню Фабий, скоро заснул и, проснувшись, час спустя мог убедиться, что никто не разделял его ложа. Валерии не было с ним. Он быстро приподнялся и в то же мгновение увидел жену в ночном плачке, входящую из сада в комнату. С раскрытыми глазами, с выражением тайного ужаса на неподвижном лице Валерия приблизилась к постели и, ощупав ее протянутыми вперед руками, легла поспешно и молча. Фабий обратился к ней с вопросом, но она ничего не ответила. Казалось, она спала. Он коснулся ее и почувствовал на ее одежде, на ее волосах дождевые капли и на подошвах ее обнаженных ног песчинки. Конец цитаты. В саду Фабий увидел на песке дорожки следы двойной пары ног. Одна пара была босая и вела эти следы к беседке из жасминов, находившейся в стороне между павильоном и домом. Он остановился в недоумении и вот внезапно снова она словно раздаются звуки той песни, которую он слышал прошлую ночь. Конец цитаты. Искусственный самнамбулизм или гипнотический самнамбулизм или состояние самнамбулизма Валерии описано достаточно ясно. Шарко следующими приемами характеризует это состояние. Глаза открыты или закрыты. Потеря болевой чувствительности при сохранении прочих чувств. Возможность самопроизвольных движений. Возможность всех видов внушения. Измененное сознание. Остается неизвестным, сохранилась ли болевая чувствительность у Валерии. Но ведь это изменение и не могло быть отмечено. Все остальные указаны. Что у Валерии сознание было, хотя и измененное, видно из ее слов, обращенных к мужу. Ах, какие страшные сны я вижу! Фаби хотел было ее расспросить, но она только содрогалась. Нередко загипнотизированные помнят о пережитом в гипнотическом состоянии, вспоминают, как о сновидениях. Им кажется, что это было сновидение. Бедная Валерия вспоминала о пережитом ею в состоянии искусственного или гипнотического самнамбулического транса, как о сновидении. Он нескоро ее добудился, но как только она увидала его, она бросилась к нему на шею, обняла его судорожно. Все ее тело трепетало. Конец цитаты. Очевидно, что ее сознательному я была возмутительна прогулка с Муцием в жасминовую беседку. Когда Фабий услышал звуки песни, он вбегает в павильон. Муций стоит посреди комнаты и играет на скрипке. Фабий бросается к нему. Ты был в саду? Ты выходил? Твое платье мокрое от дождя? Нет, не знаю. Кажется, не выходил. С расстановкой отвечает Муций, словно удивленный приходом Фабия и его волнением. Конец цитаты. На дальнейшие расспросы Фабия Муций не отвечает, а бормочет нараспев, как бы в забытии. Всего вероятнее, что Муций сам себя загипнотизировал музыкой, как это иногда бывает с гипнотизерами. Может быть, он только притворялся загипнотизированным, чтобы отделаться от Фабия. Поведение Муции в следующую ночь указывает, что он действительно загипнотизировал себя, что более вероятно, из общего смысла рассказа. Автор рисует на Муце влюбленным. Если бы он притворился загипнотизированным, поведение его было бы уж очень низким. Добродетельная Валерия, осознавая свое бессилие, решилась обратиться к помощи своего духовника, которому она питала безграничное доверие. Валерия на исповеди все рассказала своему духовнику, не столько стыдясь, сколько ужасаясь. Этот старый степенный монах про себя подумал, колдовство, чары бесовские, это так, оставить нельзя. Вместе с Валерией из монастыря он прибыл в дом Фабия, что, конечно, встревожило Фабия и Валерию, значит, дело важное. Оставшись наедине с Фабией, он посоветовал ему отказать от дома Муцию, который мог даже спознаваться с тайнами магии. Валерия обрадовалась решению Фабия просить Муце оставить их дом. Таким образом, этот многоопытный старец-монах, духовник, исповедник окончательно убедил супругов во всемогуществе Муция в невозможности противостоять его колдовству. Оставалось одно средство удалить его из дома. Но Муций вернулся поздно и остался еще одну ночь в доме Фабия. Слебо давательно эту ночь Валерия оставалась во власти Муция. Ведь сам же духовник находил, что единственное средство освободиться от власти Муция это выпроводить его из дома. Страх Фабия перед могуществом Муция был так велик, что он не мог заснуть. Цитата точно ли Муций стал чернокнижником и уже не отравил ли он Валерию. Она больна. Но какой болезнью, думал Фабий, со стороны павильона это или это почудилось Фабию, стало вливаться дуновение, подобное легкой пахучей струе. Вот слышится назойливое страстное шептание и в тот же миг он заметил, что Валерия начинает слабо шевелиться. Она приподнимается, опускает сперва одну ногу, потом другую с постели и как лунатик безжизненно устремив прямо перед собой потускневшие глаза, протянув вперед руки, направляется к двери сада. Конец цитаты. По-видимому, у Фабия тоже появилось ненормальное нервное состояние. Ему стало чудиться, но он не потерялся, запер дверь из спальни, выбежал в сад и там нашел Муце в таком же состоянии, в каком была Валерия. Когда Фабий увидел, что цитата окно спальни распахнулось сверху донизу и занеся ногу через порог стоит в окне Валерия, руки ее как будто бы ищут Муце, она вся тянется к нему. Несказанное бешенство залило грудь Фабия внезапно нахлынувшей волной. Проклятый колдун возопил он неистово и схватив Муце одной рукой за горло он нащупал другой кинжал в его поясе и по самую рукоятку воткнул ему кинжал в бок. Пронзительно закричал Муцей и притиснув ладонью рану побежал спотыкаясь назад в павильон конец цитаты у Валерии был приступ или припадок сомномбулизма на почве того нервного расстройства которое было вызвано всеми преступными приемами Муце Муцей тоже находился в гипнотическом состоянии сомномбулизма это так ясно написано что не нуждается в пояснении нужно только объяснить насколько вероятно оживление Муце Малайцем в начале я сказал что в этом рассказе можно допустить только одно невероятное обстоятельство оживления Муце но хотя автор по-видимому и хотел изобразить в этой сцене чудесное внимательный анализ обнаруживает что это оживление могло быть самым простым происшествием едва ли Фабий воткнул кинжал по самую рукоятку так могло казаться расстроенному обезумевшему от злобы Фабию рана рана была едва ли очень велика и кровотечение обильно Муце имел силы добежать до павильона и по песку дороги чернели капли крови значит кровь не лилась из раны Муце даже сам отпер наружную дверь павильона на ней остался след окровавленных пальцев если кровотечение не было обильным то нет ничего чудесного в том что после того как Малаяц остановил кровотечение и возбудил деятельность нервной системы и сердца мускусом запах которого в павильоне слышал Фабий Муце мог переступать ногами хотя лицо его было мертвено и руки висели как у мертвеца нет надобности останавливаться на писании того как Малаяц оживлял Муце колдовство и его приемы не могут нас интересовать можно лишь заметить что распространенная вера возможность остановить кровотечение нашептываниями и колдовством может быть и имеет разумное основание нельзя отрицать что под влиянием психических причин в некоторых случаях кровотечение может останавливаться я сразу же хочу добавить а ведь раз Путин Григорий останавливал кровотечение у наследника царевича Алексея останавливал я сам видел опыты Бельбефа это опять продолжение описания Чижа я видел сам опыты Бельбефа внушавшего загипнотизированным что разрез ножом не вызовет ни боли ни кровотечения и действительно из раны не было кровотечения и загипнотизированные не чувствовали боли конечно разрезы были небольшие несомненно что у некоторых истеричок при глубоких уколах и даже разрезах не бывает ни капли крови вот как можно объяснить чудесное оживление муция даже если рана была очень глубокая то и в таком случае оживление муция можно объяснить без помощи чуда кто же не читал что после самых ужасных ран полученных на поле битвы некоторые храбрецы быстро поправлялись весьма живо и поучительно описана радость Валерии когда она освободилась от внушений муция Валерия цитата открыла наконец глаза вздохнула глубоко прерывисто и радостно как человек только что спасенный от неминуемой смерти увидала мужа и обив его шею руками прижалась к его груди ты ты это ты лепетала она понемногу руки ее разжались голова откинулась назад и прошептав с блаженной улыбкой слава богу все кончено но как ее устало она заснула крепким но не тяжелым сном конец цитаты утром Валерия узнав что Муций уезжает и никогда не вернется а радостно вздохнула блаженная улыбка появилась опять на ее губах как умная женщина она сказала мужу мы не будем никогда говорить о нем никогда слышишь мой милый страх Валерия был очень велик я из комнаты не выйду пока он не уедет а ты теперь пришли мне моих служанок да постой возьми эту вещь она указала на жемчужное ожерелье лежавшее на ночном столике ожирение ожерелье данное ей эмоциям и брось его отча же в самый наш глубокий колодец я считаю эти строки глубоко верными и жаль что их забывают врачи почему-то думающие что гипнотическое состояние и внушение в этом состоянии безразличны для их пациентов и объектов их опытов ну тут профессор Чиш конечно показывает себя сторонником теории гипноза школы Сальпетриетра то есть школы Шарко парижской школы чувствовать себя во власти другого человека должно быть очень тягостно и как бы деликатно и умело не внушал гипнотизер он все-таки совершает насилие правда иногда полезное больному недостаточно внимательное изучение этого рассказа может привести к заключению что ловкий гипнотизер может заставить свою жертву совершить любое преступление ведь заставил же Муций добродетельную Валерию ходить к нему на свидание это вопрос столь важный что на нем следует остановиться на основании лабораторных кавычках недостаточно точно обставленных опытов некоторые исследователи а я добавлю это юрист принадлежащий к школе гипнотизма Нансийской возглавляемый профессором Бернгаймом Лиев-Жуа юрист утверждает что с помощью гипнотизма то есть приведя субъекта гипнотическое состояние можно заставить его совершить любое преступление по поручению секции судебной медицины 6 съезда общества русских врачей я представил доклад по этому вопросу ссылка внушение преступления дневник 6 съезда общества русских врачей 1896 год в этом докладе я доказывал что здорового человека нельзя с помощью внушения в гипнотическом состоянии заставить совершить преступление больным же можно в гипнотическом состоянии внушить совершение преступления всем известные до сих пор преступления помощью внушения состояли в соблазнении женщин против их желания один мой оппонент указал на песень торжествующей любви как на доказательство возможности заставить совершить преступление с помощью внушения мне остается здесь повторить сказанное мною этому почтенному психиатру таких окруженных ореолом таинственных гипнотизеров как Муций очень мало и они действительно могут сделать то что не всякому по силам Муций был другом Фабия жил в его доме и потому Валерия не могла уклониться от его внушений но и Валерия наконец решила удалить Муце из своего дома в первый сеанс загипнотизировать так чтобы можно было внушить преступление никто не может также всякий здоровый человек заметил попытки гипнотизера гипнотизировать и внушать преступления так или иначе одолиться от гипнотизера Муций вследствие исключительных обстоятельств мог повторными внушениями и гипнотизацией привести Валерию к болезненному в болезненное состояние и воспользовавшись таким состоянием Валерии внушить ей прийти на свидание но кроме исключительных внешних обстоятельств благодаря которым Муций имел достаточно времени привести Валерию в болезненное состояние в рассказе указаны другие причины объясняющие успех Муции Валерия прожив с Фабием пять лет не имела детей через несколько недель после посещения их дома Муцием она в первый раз после ее брака почувствовала внутри себя трепет новой зарождающейся в жизни Валерия вздрогнула и остановилась что это значило вопрос неужели же конец цитаты Валерия пять лет не имела детей после пятилетней супружеской жизни Фабий мог рисовать ее портрет изобразив ее с атрибутами святой Цицилии Фабий был хороший художник и потому если он мог рисовать Валерию с атрибутами святой девственницы мы прави заключить что Валерия до встречи с Муцием не имела страстей половая жизнь так таинственна так непонятна что мы не можем вполне объяснить почему Валерия была похожа на девственницу не имела детей что-то в ее отношении к мужу было ненормально чего-то не доставало очевидно ни она ни муж не догадывались в чем тут дело но тут мы подходим к такому деликатному чисто физиологическому вопросу что лучше ограничиться простым указанием на ненормальность в отношениях Валерии к мужу Муцием мог вызвать у Валерии чувствования до сих пор неудовлетворенные потому что самый ловкий гипнотизер как я утверждал в моем докладе не может внушить то чего человек не хочет Валерия не желала иметь взрыва страсти боялась этого считала это преступлением но нельзя утверждать что она этого не хотела трудно допустить что после пятилетней супружеской жизни она не хотела любить так как любят все женщины не похожие на девственниц и имеющие детей вышеизложенные замечания были необходимы чтобы устранить весьма серьезное недоразумение в самом деле если всякий ловкий гипнотизер может так соблазнить всякую женщину как Муци и Валерию просто страшно было бы жить Тургенев вполне верно указал все обстоятельства и причины благодаря которым Муци действовал с успехом Тургенев объяснил в этом рассказе почему такие происшествия крайне редки и почему не от основания боятся гипнотизеров вместе с этим Тургенев указал какую громадную власть над личностью при некоторых условиях может иметь ловкий гипнотизер почему можно только одобрить те меры которые правительство признали необходимыми для предупреждения злоупотребления гипнотизма в России причем до последнего времени даже в советское время было такое предписание был запрет гипнотизировать женщин единолично то есть было предписано чтобы гипнотизер производил лечение гипнозом в присутствии еще одного нейтрального субъекта вот так вот на этом я завершаю чтение этой скажем так этого анализа психиатрического анализа произвинения Тургенева песен торжествующей любви и прощаюсь с вами мои уважаемые слушатели подписчики гости и посетители канала врача психиатра доктора Джорджа Горбатова на платформе ютуб спасибо и до свидания до следующих встреч в чтении консультации и стримах субтитры и субтитры и субтитры